У нас в машине какой-то дурдом. Вот мы приехали. Суши мастер. Каждый вторник на Филадельфия Делюкс скидка. Скидка? Скидка? А можно у них какой-то взять ну эту менюшку маленькую, что-то такое? Или сфоткать для себя? Вот каждый вторник при замолвании роллу Филадельфия Найт 80% скидка на Филадельфию Делюкс. Короче, постоянной скидки. Сейчас будем с Димой забирать с нашей суши. Добрый день. Чуть без казателя можно? Ну, выданы. Я хочу себе просто шептать. Филадельфия Найт минус 80% скидка на Филадельфию Делюкс. За два ролла скидка на Филадельфию Делюкс. Можно ваш партнер? Ну, классно. Ну, классно вообще. Все, короче, мы выходим. Забрали наши суши. Ну, молодцы ребята. Так интересно делают. Прямо все на... Что? Все на виду, короче, вообще. Ну, мне понравилось. Так, а куда мы их поставим? Надо было в багажник, может, вставить. Ну, сюда, напомню. Все, поехали. А что ты говорил, папа, до этой машины? Что, чувак посреди дороги припарковался. Мама! Нам дали такую собою веселью. Мама! Мама! Что такое? Мама! Мне вот она, ты, обидел. Попитки хочешь? Да. Подожди, папа, остановиться сейчас и попьем. Ну, давай уже. Еду теперь с сушами между ног. Хотела сказать, не как речала. Нам дали, смотрите, меню. Если кто-то, у кого-то из вас в городе есть суши, тоже можете посмотреть. Филиалы в многих городах. И можете посмотреть. У ребят постоянная акция. Вот этот сет, который мы взяли, называется «Император». Дверь закрыта. У нас всегда так с очками случается. И он стоит сегодня на выходных всего 377 гривен. Это 1,3 кг суши. Это вообще классно. Короче, никакая не реклама, сразу вам говорю. Потому что это просто у Дивы на работе проставлялся коллега и заказывал эти суши. И так мы о них узнали. А так как мы любители суш, то ищем возможность покупать их дешевле. Это нормально. И я с вами делюсь информацией. А то найдутся, конечно, люди, которые меня обвинят, что я тут рекламирую. А если я даже рекламирую, то ничего страшного в этом иду. Все, еду. Суши мы так от себя. Счастливая такая еду-то думала. Хорошо, спить. Это очень хорошо, чтобы купить. Дороже обошлись, чем ты и без гаутера. Ой, я еще не говорила, что я купила, что ты рассказываешь. Дороже обошлись, да? Но иногда нужно что-то есть вкусно. Себе позволять. Не одними шкотлетами рады будешь, правильно? А твои свечи обошлись дороже, чем мои суши и без гаутера. Вместе взятые. Да, ну ничего. Так, ребят, распаковываем суши. Приехали домой. Не терпится уже просто невозможно. Надо свет включить. Ой, я даже не знаю, какие это суши. А имбирь почему-то, кстати, не розовый. А что это? Да, белый. Смотри, я открыла, а уже закрыть не могу. Так, стоять. Так. Андрюха суши не любит, но пришел под шумок посмотреть, что тут. Да. В этой. Давайте все достанем, тогда откроем коробочки. Это они так подают сет, каждая порция своей коробочки. Никто ж не поможет никогда. Это суши. А сюда нужно вливать бутылочках соевый соус. Две бутылочки, кстати, заметьте, немало. А, вот они нам положили. Или это мы взяли. Это крышечки, чтобы можно было закрыть. Это штучка на учебные палочки. Салфетки. Это нам палочек побольше. И все накладочки есть. Смотрите, каждый в индивидуальном пакетике. Для учебных палочек. И еще пять штук прям. Что у нас на пятерых, Дима, заказал? Вот. Так. Будем открывать теперь сайт сутрит-шо тут за суши. Мы так любим, я не могу. У меня просто слюнки. Тут Филадельфия. И эти, по-моему, бонусом идут как-то в сети, я не знаю. Это вот такие вот суши. Короче, название не знаю. Заказывал Дима, поэтому... Сейчас с ума суть. От этого запаха. Вот кто еще так любит суши, как я, тут меня поймет. Я прям умираю. Только слышу запах. Эти вы уже видели. Что-то их тут две порции, да? Что-то такие, харчица? Да, харчичка. И вот такие вот суши, они в фольге, чтобы были теплые. А мы столько ездили. Все, они уже не теплые, сто процентов. Эти суши с сыром. Они уже, конечно, холодные. Не теплые вообще. Может, их нагреть надо? Ну, я не знаю. Надо, че не надо? Мы как-то заказывали. И нам не везло. И попадались какие-то невкусные. А Дима в этот раз ел и говорит, Юля, это просто объедение. Ну, вот они. Это сет стоит 377 гривен. Сейчас будем все пробовать. Садиться будем сейчас и ласывать. Потому что голодные налазились. Хочется очень сильно кушать. Ребята, это бомба. Какая вкуснотища. В морозилах. Просто божественно. Кстати, половина из этих суши я никогда в жизни не ела. Вот эти никогда в жизни. Вот эти не ела. Вот эти не ела. Только вот такие мы ели. И то это необычная белодельфия с авокадо. И имбирь я не пробовала белый. Сегодня все. Будет первый раз. И, кстати, имбирь. Обожаем ульянованный. Взяли эль. В этот раз у меня грейпфрутовый. А у Димы эль медовый. Мы очень любим эльки. Обычного пива нет. Оно горькое. Вот такие эльки иногда берем. Включилось? Короче, вот эти суши я попробовала. Они бомбийские. Вот эти вот. А вот эти вот с цей водорослью. Я еще никогда не пробовала. Я вот думаю, как она будет. Эти кусок травы вот. Вкусно, вкусно. Точно? Дима тоже пробовал, когда задерживался на работе. Начинающая сушистка, любительница. Вкусно? Ну, это капец, Ника. Первый раз в жизни кушаем суши. Вкусно? Ну, ты не промах, девчуля. Не промах. Кока-колы. А вот это вот, что это такое? Где ты ее нашла? Где валялась? Это Вероникина. Это Вероникина, да? Меняешь суши на суши? Оп. Нема? Нема, Зоя. Все. Еще? Да. Да. Что-то оно не берется. Поперек бери. Я же беру. Поперек и вдоль. Так, а эти пробуй суши. Тоже не знаю, как они называются. А хотя можно посмотреть. Я напишу на экране, наверное. Тоже первый раз в жизни пробую. Сейчас вам скажу, какие тут самые вкусные. Эй, вот где это? Самые вкусные суши определим. Мама, вот это. Вкусные. Это? Да. Это же горчица. Да. Да. Горчица. Горчица. Давай я ей дам вот это вот. Горчица. Вот это вкусно. Да. Это сыр. Сыр. Вкусно? Ребят, пока лидируют по вкусу вот эти вот. Они какие-то особенные. Вот это. Хотя вот эти, вот эти тоже очень вкусные. Но вот как есть любители Филадельфии, прям с ума сходят, как я, то вот эти суши достойные. Я пошла дальше поедать. Ну, мя. Слушай, Юля, скажи нам, какие тебе больше всего понравились суши? Короче, я думаю, что вот эти с сыром. Одна осталась. Ну, даже видно, потому как мы съели. Вот осталась одна вот с сыром с этим. Правда? Потереку идет суета-сует. А сейчас, по-моему, про Шурика начинается. Это просто... Целадельфию на закусочку оставила, да? Да. Вот эта вот атмосфера. Вкусненько, когда ешь. Любимые фильмы советские по телеку. Это просто все. Отдых, души и тело. Понимаешь? Да. Ты вот это вот понимаешь? Нет. Тебе никогда не понять, будто ты мужчина. А мужчины и женщины не понимают. А женщины про мужчин знают все. Моя твоя не понимает. До корочки. Даже как проверить, изменял или нет. Там столько комментариев. Лучше из лучших. Расскажи на лучшие способа нам. Какие ты узнала новые. Ой. Я не могу, я стесняюсь. Ну, вот один из тех, что написали там, что бубенцы всплывают или нет. Это просто. Это огонь. Я просто представила себе, как я его сажу в тубан и говорю, так, смотреть будем, бубенцы всплывают или нет. И уже мне ржачно. Это не только ты представила. Это автор тоже того поста. Тоже тебе представила, как это будет происходить. А еще... Что там надо? Еще... Что там надо? Выпускать пустым. Из дома. Что-то там еще. Что-то там было. Не помнишь? Жалко, нет телефона под рукой. Мы, короче, с Димой ржали вчера целый вечер и все дни сюда обеда читали комментарии и выхатывались. Вот я ценю за юмор за вот этих людей, когда они не пресные, не просто там что-то, а с юмором пишут. Это... Не надо читать никакие там... Эти... Журналы. Читаешь свои комментарии и балдеешь. Ну а что, ты какой-то способ пробовала? Определение или нет? Сегодня попробуем. Сейчас в суши доедаем и начинаем пробовать. Ванну набирай ванну. А вот этот с ванной все-таки, да? Иди набирай ванну. Я все проверю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...